Приветствую вас. Есть несколько моментов, на которые я хотел бы обратить ваше внимание. Первое это, знаете, такой прямо очень ярко у вас выращенный вектор силы. Я сильная, независимая девушка, я сильно независимая, я все могу справиться сама, я все могу преодолеть сама, никакой к себе жалости, что в принципе правильно, но там есть нюансы, вот, никакой помощи, никакой помощи и ничего. То есть явно прослеживаемый вектор силы здесь, он, мягко говоря, означает некоторую бедность ваших переживаний, вот. Некоторый запрет на регрессию вашего эмоционального. Некоторый может быть запрет на расслабление. Это первое. Второе. У чувств, у эмоций есть такая особенность, как накопление у чувств. Эмоции немножко другое. Если какое-то число не выражать, не реализовывать, не реагировать на него, то оно будет накапливаться, оно будет накапливаться, оно будет накапливаться до тех пор, пока однажды вы не взорвете. Понимаете, меня смутило очень то, что вы пишете про критику, что вы фильтруете, от кого критику слышат, а от кого нет. Это, конечно, фильтр. Но это ненадежный фильтр. Потому что ориентируется подобный фильтр только на себя. Только на внешнюю сторону, не на себя. То есть вы говорите, что у вас в критике вполне адекватное отношение. Но на самом деле, тут, вероятно, все-таки есть ориентировка на внешне, на вне. И так может быть во всем, так может быть во всех остальных сверх вашей жизни. И эмоции остаются невыраженными. А если чувства, чувства остаются невыраженными, а если это так, то они накапливаются, накапливаются и взрывают. Вот то, что произошло. Это взрыв. Вот. Это аффект. Да. Ну, ни с лучи которого с вами было бы что-то куда более хуже. Дальше. Дальше. Существует такое понятие, как отложенное переживание. То есть, когда человек не прожил эмоционально. В вашем случае, я верю, что вы могли не прожить эмоционально. Какие-то важные моменты в своей жизни. Ну, а потом, внезапно, эмоции, как бы, накатывают очень сильно. Непонятно, откуда они, непонятно, почему они, и так далее. Вот. Тут нужно найти то самое первичное обстоятельство, которое вы не пережили, и пережить его полноценно. Вот. Может быть со слезами, там, полным набором, но пережить. Тогда, соответственно, не будет такой реакции. Ну, наконец, последнее, о чем можно сказать, это импринт. Это совокупность внешних и внутренних факторов. Вот. Как физических, физических, я имею ввиду, ну, объекты, объекты внешнего мира. Вот. Так и субъективных, я имею ввиду, переживаний, отношений, ассоциаций и прочее. Которые в своей совокупности вызывают определенные переживания, давно уже забытые. Вот. определенную реакцию. Это даже не переживание, а определенная такая вот закрепленная реакция. Как это работает? Ну, к примеру, если человек, допустим, в течение долгого времени занимался боевыми искусствами, например. Вот. И этот человек привык реагировать. Значит, ну, определенным образом на какую-то вот, ну, на какую-то внешнюю историю, да, то есть там, на какой-то, не знаю, подход к себе, да, на вот. Значит, какое-то отношение к себе, вот, то, когда ситуация, в реальной жизни, какая-то возникает, то человек на эту ситуацию реагирует. Вот. И реагирует, ну, вот. Таким образом. Я бы сказал, что, ну, вполне привычным для него. Вот. То есть это чисто такая вот реакция, что называется на автомат. Вот. Нужно ли? Нужно ли? Вам? Успокоительно. Вопрос, немножечко не по адресу, потому что мы психологи, вот, медицинского образования у нас нет, соответственно, выписывать, выписывать, эм, успокоительно мы не можем, да и, в принципе, я бы не хотел, честно говоря, вот, заниматься такими вещами, как, эм, ну, как, таким вещами, как выписывать вам, эм, препарат. Я не умею, точнее, я не могу этого делать, я очень, очень рад, честно говоря, что этого делать я не могу. Вот, потому что, ну, мне бы не хотелось, мне бы не хотелось. Но, мне бы не хотелось, чтобы вы, ну, подвергали, грубо говоря, себя препаратам. Вот. Такая будет история. Давайте теперь, эм, значит, перечитаем мастик. Значит, сегодня произошла ситуация, которая меня неприятно удивила. Эм, защищая диплом, эм, никак, видимо, хвалы не нет, а это не первый диплом, вариантов защитить не было, вариантов не защитить в группах, все нормально. Эм, а, но, знаете, эм, мне здесь, эм, вышла в голову мысль о том, что вы, эм, может быть, эм, слишком, слишком напряжены. Вот какая мне в голову пришла мысль. То есть, это вот, эм, постоянное напряжение, которое вы, эм, себе, может быть, устроили, да. Постоянное напряжение, постоянное, вот, эм, ну, какое-то вот движение куда-то, да, вот, и, соответственно, эм, ну, невозможность там отдохнуть, допустим, эм, невозможность расслабиться, эм, вот, невозможность, эм, как-то, эм, ну, давайте скажем, эм, порелаксировать, да, невозможность, вот, это, эм, вполне возможно, ну, это тоже просто, эм, способно вызвать, эм, ну, вот, такую реакцию, да, потому что, эм, эм, в этом, это было несколько часа, князеров, разогнать, да,potеянное, стольготет, эм, UP, делать что-то. Дальше, критический атласур в понимании, фильтрует кого может, пусть она всё наплевать, но это, знаете, это не работает так, это не работает таким образом, что я кого-то слушаю, да, вот, а кого-то нет, то есть это, это немножко по-другому работает, это работает так, что какую-то критику, какая-то критика нас выдыхает, вот, а какая-то критика нет, какая-то критика нас парит, какая-то критика нет, вот, вот это так работает, понимаете, вот, это не работает так, что я хочу прифлюшивать к чему-то, вот, а хочу, хочу не прифлюшивать к чему-то, вот, так это не работает, к сожалению. Дальше. Так, значит, во время защиты мне начали указывать на ошибки, первую часть выслушала, потом мне начали говорить ещё порцию недосчёта, на которую нужно обратить внимание, в дружелюбной форме, я понимала всё по делу, некоторые так гняли, в какой-то момент понимала, что начинаю плакать, пытаюсь сдерживаться, не могу, меня пытаются спокоить, это не помогает. Ну, вы знаете, честно говоря, вполне вероятно, что у вас запустилось такое детское состояние, то есть, ну, просто вот в ребёнка какой-то момент превратились вы, вот, из вас, как будто бы, знаете, вот, ну, как будто бы родители, родители отсюда, вот, и, соответственно, ну, я, конечно, ну, я не буду утверждать, наверняка, но, мне кажется, что, ну, как минимум, да, об этом вам, ну, стоило бы подумать, ну, может быть, может быть, вот, это, ну, как-то вот, всё-таки, ну, связано с вами, вот, хотя, безусловно, я не буду утверждать, так вот. Дальше. Так, а, значит, меня неприятно удивило то, что уже вы, попив воду и успокоим, сейчас пытаюсь даже просто помниться, наворачивать слезу. Ну, здесь, эм, можно, эм, довольно много говорить об этом, то есть, э, откуда у вас слезы, из-за чего у вас слезы, э, вот, там еще, ну, причины могут быть самые разные, вам, может быть, э, стыдно, э, вот, э, за свою слабость, э, вот, э, может быть, обидно, там, потому, там, если вы требуете, требуете от себя, там, грубо говоря, ну, совсем, совсем другого, да, например, э, то есть, тут вариантов, ну, вариантов, э, очень много, э, вот, может быть, э, вот, поэтому, э, нужно, э, достаточно, э, достаточно, э, осторожно, подходить, к э, э, к ситуации, э, вот, э, нужно, э, достаточно осторожно, следователь, э, вот, и, э, дальше уже, ну, просто будет более-менее понятно, что односчет вообще, э, слезы, вот, э, может быть, может быть, может быть, э, может быть, э, в них, э, да, э, 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 есть что-то, может быть, у них что-то есть, э, может быть, в них, э, нет ничего, вот, то есть, это, э, как бы, нужно, ну, не исследовать, э, ну, в целом, опять же, важно, э, то, как бы относиться к, э, тому, ну, к своим словам. Дальше, э, э, так, э, пытаюсь успокоиться поддержать одногруппники, плесекаю это, не хочу, чтобы меня жалели. Ну, вот, э, про жалост я уже сказал, да, то есть, в принципе, э, 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 есть, нюансы, э, да... вот, есть нюансы, конечно, то есть, э, то есть, э э, 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 э... Жалость, да, э, э, конечно, ну, не лучшая, не лучшая идея, если, вот, хочешь что-то для человека сделать, да, то, жалость это далеко не лучшая история, да вот, но с другой стороны есть такое понятие как сочувствие и вот об сочувствии ничего как бы плохого нет, но вы можете это же самое сочувствие вы можете как-то вот пресекать тоже, а человеку сочувствие нужно, вот, то есть, ну, сочувствие достаточно сложно, вот. Это то, что я могу вам сказать, то, что могу вам, то, как могу ответить на вопрос. Дальше. Родик себе жалости тоже не испытывали, прямо что со мной, почему каждый раз наворачиваю слезы, не могу успокоиться долго. Ну, зацепил, зацепил во что-то, зацепил по самому достаточно сильно, вот. Нужно это по... исследовать, да, нужно поработать с этим, вот. Я склонен думать, что особо страшного ничего нет, но, как бы, ну, убедиться, убедиться в том, что все у вас порядка, мне кажется, ну, все-таки. Ну, вот. Ну, вот, примерно, такой ответ я могу вам дать. Вот, видите, вы здесь пытаетесь объяснить, что за людей вы объясняете. Вот, это не лучшая, опять же, идея, да, пытаться объяснить. То, что касается чувств ваших угод. Ну, на этом все, надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова